Здравствуйте. Ну и каковы, на ваш взгляд, главные итоги этой встречи? Все говорят о некой альтернативе, о неком противовесии, о новой форме сотрудничества. На ваш взгляд, что главное? Ну, я бы не спешил. У нас имеет место кризис долларовой модели, ну, если угодно, бредно-лудской. И некоторые страны для себя приняли решение, что они будут просто тупо выполнять инструкции Вашингтона в расчете на то, что они что-то получат. Ну, вот, например, Евросоюз и конкретно Германия. Малейшие попытки противостоять американскому давлению там жестко пресекаются. А есть страны, которые пытаются придумать какую-то альтернативу. Отмечу сразу, что это сложно. В России, как мы знаем, экономика и финансы управляет МВФ непосредственно через своих ставленников. Китай продает в США столько, что, в общем, разрывать эту буповину достаточно сложно. Не говоря уже про то, что в Китае 4 триллиона валютных резервов, долларов. И было бы как-то неправильно, с точки зрения руководства Китая, эти 4 триллиона выкинут на помойку. Собственно, это сегодня главный ресурс Китая, потому что эти деньги надо как-то довольно быстро пристроить. Так вот, по этой причине сегодня страны БРИКС не столько предлагают миру альтернативную модель, не видно ее пока, сколько пытаются компенсировать те проблемы, которые возникают из-за кризиса модели долларовой. Фактически, да, вот как бы вся вот эта вот Бреттон-Вудская модель построена на четырех институтах. Три из них созданы на конференции Бреттон-Вудсе в 44-м году, а четвертый существовал раньше, но ему придали новые функции. Значит, это МВФ, как банк для стран-участников, это мировой банк, который агентство развития, это ГАТА-Т при возникновении, а ныне, ВТО, и это, наконец, Федеральная резервная система США, которая из национальной структуры стала международным. Отмечу, кстати, что это уникальный случай, когда организация, которая фактически влияет на весь мир, управляется исключительно на национальном уровне. В общем, это не совсем правильно. Так вот, фактически на этом саммите принято решение пытаться создать аналог, альтернативу МВФ и альтернативу Мировому банку. Но у нас нет ни своего ВТО, ни своего эмиссионного центра. И до тех пор, пока их нет, это палеотив. То есть это попытка частично компенсировать проблемы, но не решить их радикальным способом. То есть мы должны на самом деле придумать и разработать новую альтернативную модель экономического развития, не построенную на долларе и на долларовом спросе. Это сложно. Не очень пока понятно, как это может быть. У нас даже нет соответствующих институтов, которые бы могли это сделать. Создают уже какой-то банк Брикс, говорят о том, что вот нас половина населения, мы сможем изменить экономику каким-то образом. Это речь идет о потенциале. Нужно говорить о действиях. Должны быть люди, которые придумывают, какая может быть альтернатива. В нашей стране таких институтов нет. У нас практически все институты работают в русле той модели, которую сделал МВФ. Ну, более того, у нас даже государственная статистика построена на моделях МВФ. То есть мы даже не можем честно смотреть на свою экономику только исключительно глазами МВФ. Это очень серьезная проблема. Ну, неужели эти государства, собственно, не могут сейчас по результатам этих саммитов из оригинальной державы превратиться все-таки в какую-то такую модель? Еще раз повторяю, для этого надо предложить модель. То есть сейчас не предложили? Нет, еще раз говорю. Пока предложили некоторый палеотив, механизм, который позволяет частично, не полностью, а частично, компенсировать проблемы разрушения долларовой системы. Каким образом? Я объясню. Дело в том, что главная проблема с точки зрения участников экономического процесса, это постепенное уменьшение инвестиций в мире. По банальной причине. Денег в мире много, но их никто не вкладывает, потому что невозможно получить прибыль. Падает спрос, и в результате практически любые вложения становятся убыточными. Соединенные Штаты Америки, пользуясь тем, что они контролируют долларовую систему, те ресурсы, которые еще есть, направляют внутрь себя. В частности, для этого они снижают внутреннюю цену на энергоресурсы. Эффекта это пока не дало, потому что конечный спрос в США продолжает падать. Я думаю, что и не даст, но, по крайней мере, они что-то делают. У нас созданы эти институты, в реальности это попытка, тот ресурс четырехтриллионный, который имеется у Китая, быстренько раскидать по разного рода странам и регионам. То есть вложить внутрь страны. Да, для того, чтобы они просто не пропали. Кстати, в первом варианте Великого шелкового пути России не было. То есть Казахстану обещали деньги, Ирану обещали, даже, по-моему, Турции обещали. А нам, мы там, пустое место. А сейчас, вот как я понял, еще пока документы я не видел, поэтому не могу сказать, что и нашему Дальнему Востоку денег дадут. Тут есть проблемы. Я уже говорил о том, что экономика и финансы России управляются МВФ. И здесь имеет место стратегический саботаж. То есть все договоренности, которые Путин заключает с первыми лицами Китая, они саботируются на уровне правительства и Центрального банка. Это реальная проблема. Но я уже не говорю про то, что политика наша денежно-кредитная и бюджетная, она просто ни в какие ворота не лезет. Но, понимаете, как бы на уровне экономического анализа невозможно объяснить. Да, есть еще анализ политический, это совершенно другая тема. Но вот сейчас БРИКС и ШОС, будущее-то у них тогда, на ваш взгляд, какое по этим самим? До 2025 года они вроде программу эту создали. Будущее, смотрите, я еще раз повторяю, это программа компенсации. Известно, что сторона, которая обороняется, всегда проигрывает. Значит, надо выигрывать. То есть нужно двигаться с опережающей, нужно предложить, ну, грубо говоря, знамя. Да, вот под каким знаменем должны все выступать? Не долларовое знамя. Вот СССР предлагал коммунизм. Там Российская империя предлагала православие. И народное знамя. Соединенные Штаты Америки сегодня предлагают доллар. Мы что предлагаем? Есть варианты, но только их надо обсуждать и, соответственно, принимать. Вот мне кажется, что ключевой момент, которым нужно, нужно создавать не просто альтернативную валюту, да, нужно создавать альтернативный эмиссионный центр. Потому что сегодня, ну, хорошо, мы пытаемся что-то сделать между нашими странами, но при этом цены, например, на нефть определяются на долларовых рынках в Нью-Йорке и в Лондоне. Но это же смешно. Как можно создавать что-то серьезное, если ценовые пропорции тебе определяет кто-то другой, причем, ну, явно не дружественно. Значит, нам нужна своя система ценовая. Но эту систему никто не создал. Ее надо создавать. Под это надо придумать концепцию, как ее делать. Потому что, когда сегодня у вас треть мирового спроса, это доллар США непосредственно, и те, кто доллар получает в результате продаж США, мы не можем это так просто сделать. Это понятно. Из плюсов-то тогда вот этого саммита, хорошо, альтернативу создать пока не удалось, какой-то центр идею не предложили. Что хорошего хотя бы в экономике получили? Еще раз повторяю. Мы сейчас сделали первые шаги по созданию альтернативного, ну, даже пускай не центра силы, а центра как бы интеллектуального. Мы пытаемся что-то делать в этом направлении. Очень робко, очень медленно. Я не думаю, что это может сделать Китай один в части придумывания новых идей у Китая проблемы. У него очень много ресурсов, они совершенно блестяще умеют производить то, что придумали другое, но придумывать самим это не их конек. А теоретически мы бы могли пытаться это сделать, но у нас отсутствуют люди, институты, которые этим занимаются. Значит, мы сделали некий шаг. Да, может быть, не первый, а второй. В рамках длинной дороги. Более-менее понятно, какие там будут третий, четвертый, пятый шаги. Кстати, об этом уже говорил и Назарбаев, и Путин о валютном союзе, там еще о чем-то. Это все тоже нужно делать. Значит, нужно делать свои рейтинговые агентства, там еще чего-то. Но это надо делать. Вот сегодня в нашей стране это не делается. В Китае делается, но по-китайски. То есть очень сложным способом. Нужно понимать, да, проблема Китая еще и в том, что то, что они предлагают, ориентировано только на Китай. Спасибо большое, Михаил Леонидович. В студии LifeNews был экономист Михаил Хазин. Обсуждали итоги саммита в БРИКС и ШОС.